61 миллиард тенге задолжали потребители коммунальных услуг по всей стране. Об этом сообщает Energy Prom KZ. Большая часть долгов приходится на юридические лица. Свыше 45 миллиардов. Эльмира Ержанова узнавала, почему возникла такая ситуация и какое решение проблемы предлагают специалисты. Долги населения и юридических лиц перед коммунальными службами на сегодня составляют свыше 61 миллиарда тенге. Более 45 миллиардов не заплатили за тепло, газы, электричество, воду и услуги водоотведения предприятия. Более 15 миллиардов тенге – это долги рядовых казахстанцев, которые не платят. В первую очередь из-за отсутствия заработка и высокой закредитованности, считают в компании-монополисте в Ак-Тубе. В случае неоплаты на месте долга, производится отключение подачи от услуг. Также данная бригада проводит беседу с дальниками, предлагает обратиться с заявлением на рассрочку платежа по графику. Больше всего долгов по коммунальным платежам накопилось у жителей городов Астаны и Шимкента, Мангистаусской, Казлординской, Карагандинской, Улутаусской областей. Суммы там превышают миллиард тенге, а в Павлодарской даже свыше двух миллиардов. Не лучшим образом обстоят дела и с предприятиями. Они финансируются государством из национального фонда и сам рук казна. В прошлом году миллион долларов вложил, например, суммы денег. И вот эта сама государственная программа, которая выполнена, вот тариф в инвестиции, да, вот программа. Второй этап ее идет, вот она до 19-го года была, теперь сейчас вот до 29-го года. Три миллиарда, там столько-то денег влаживается, да, более трех миллиардов тенге. И вот эти куда деньги деваются, спрашивается. Об изношенности коммунальной инфраструктуры в стране говорят не первый год. Многие опасаются повторения ЧП, как было на ТЭЦ и Кебастуза, когда из-за аварии на теплосетях без отопления ИВД остались десятки многоквартирных домов. А ведь, как отметил президент страны, более половины ТЭЦ в нашей стране в зоне риска. Их уровень износа доходит до 80%. Между тем, эксперт в области энергоснабжения Сергей Агафонов считает, что проблему с долгами может решить не своевременная оплата услуг, а предварительная. Нам нужно юридических лиц переводить на предоплату. То есть юридически, вот в силу того, что я сказал выше, те же поставщики топлива, поставщики продуктов, никто из них нам не отпускает в долг свою продукцию. Соответственно, юридические лица должны платить все по предоплате. Что касается населения, то здесь я предлагаю подход неким образом иной. Не просто переводить население на предоплату, а нам нужно все-таки развивать конкуренцию на розничном рынке. По подсчетам агентства EnergyProm, полная модернизация кентаусской ТЭЦ стоит чуть менее 14 миллиардов тенге. На сумму долго за комуслуги можно было бы привести в порядок 5 таких ТЭЦ или отремонтировать 170 километров тепловых сетей, кстати, которые также в плохом состоянии и изношены на более чем 50%. Эльмира Ержанова, Замат Кубегенов, Инфорумбюро.